Всем добрый день! С вами Игорь. Сегодня в девятой части самое дешевое отопление. Мы будем, мы уже в предыдущих частях собрали все комплектующие, спаяли. Кто не видел, посмотрите обязательно. Начните с первой части, там объясняется, как это все работает, принцип действия теплового насоса. И почему это самое дешевое отопление, там все это объясняется. В остальных частях мы уже собираем. Я каждому комплектующему, компрессору, испарителю, трубам, пайке уделил одну часть, чтобы все было понятно, детально. Потому что я вижу в этом перспективу и думаю, что это отопление будущего. На сегодняшний день для меня это самое дешевое отопление, правда. Вот. В этой части мы уже подошли, в прошлой части мы спаяли всю систему. Вот, спаяли. Я там показывал, как ее паять. Сегодня мы будем вакуумировать и заправлять систему фреоном. Мой тепловой насос работает на 22-м фреоне, R22. Вот. Считаю, это самый наиболее подходящий фреон для теплового насоса на сегодняшний день. По всем его, так сказать, теплофизическим свойствам он более всего подходит там. Он работает с обычным минеральным маслом, а не этим синтетическим, которое сильно может влагу впитывать с воздуха. Обычное минеральное масло для самодельщика и этот фреон, который с ним работает, самое то. В простой использовании. Вот. Короче, мы все спаяли. Теперь нам надо отвакуумировать систему, прежде чем ее заправлять. И одновременно мы проверим на герметичность всю нашу пайку, то, что мы напаяли. Чем я вакуумировал? Вот, купил я такой вакууматор. Вот он. Характеристики. Самый дешевый вакууматор, который я нашел в интернете. Я думаю, видно. Маленький такой. Вот. Как мы его подключаем? Тут, правда, вилки. Такая вот вилка. Китайцы вот сделали. Что надо делать. Ну, я проводки намотал, просто кусок вилки нашел. Нормально это так и включил. Такая вот китайская вилка. Вот. Вакууматор мы подключаем через вот такую вот трубочку. Ну, там есть специальные заправочные шланги продаются. Гибкие. Ну, для многоразовой заправки их берут холодильщики, кондиционерщики. Там они не перегнутся у вас. Но они намного дороже, чем вот такая трубка. Она уже продается с припаянными такими вот переходниками. Гайкой уже насадженной. И развальцовка там внутри есть, видно. Вот. Вот такие трубочки, они намного дешевле. И вам для одноразовой или дворазовой заправки они сгодятся на ура. Не надо брать эти дорогие шланги многоразового использования. Вот. И вот эту трубочку мы подключаем вот сюда вот. Ну, у меня здесь уже обрезанный. Там с той стороны тоже так же само должно быть припаяна развальцовка и гайка. Она у меня тут обрезана, потому что я там что-то делал. Уже не помню, что я его обрезал. И вот подключаем ее вот к этой вот выходу. К этому. Тут та же самая гайка, тот же самый резьба, размер резьбы. Это у нас вход коллектора. Это часть высокого давления. Та, что подключается вот сюда и уже через вот такую самую трубочку, только припаянную. Там я показывал уже в предыдущих видео. После компрессора. Это часть высокого давления. То есть вакуумировать мы будем после компрессора. Высасывать воздух. Вот. Одновременно мы подключаем баллончик с фреоном. Вот мой баллончик с фреоном. Вот ее. Тоже такая же самая здесь выход. Кстати, что удобно очень, что тут везде вот эти вот резьбы, соединения подходят вот под такие вот капиллярные трубки с гайками. Что на вакууматоре, что на вот этом вот баллоне. Тоже вот так вот закрутили. Все. Ну там зажать надо. Я ее сейчас не буду зажимать. Я краники открывать никакие не собираюсь. Вот баллончик такой с фреоном. Где он тут? О! Р-22. Видно, я думаю. Это здесь, я уже не помню, 11 килограмм, кажется. Ну, вот такими вот фасовками покупать намного дешевле фреон получается, чем мелкими фасовками. И баллон с хорошим краником идет хорошим. Он хорошо закрывается герметически. Вы можете себе потом его использовать многоразово. Вот. Вот этот баллон мы подключаем через такую же капиллярную трубочку к вот этому вот коллектору синему. Вот она подключена. Здесь тоже, тут тоже те же самые резьбы, те же самые входа. Вход и выход. А этот манометр, как вы видели уже с прошлого видео или позапрошлого, подключается до компрессора. Он меряет давление до компрессора. То есть это низкое давление. Синий манометр часть низкого давления, красный манометр часть высокого давления. Все. Мы все подключили, зажали. Перед вакуумацией из этих трубок нам тоже надо удалить воздух. Поэтому этот краник у нас закрученный, вот этот краник открученный. Вот этот надо открутить, чтобы вакууматор высосал из вот этой вот трубки, вот этой трубки тоже высосал воздух. Все. Мы это все подключили, вот это сюда, эту трубку сюда и включаем вакууматор. Включили мы вакууматор, он работает. Работает, работает. Следим за глубиной вакуума по вот этому манометру. По вот этому вот манометру. Вот здесь видно, вот шкала давления, самая наружная шкала, самая крайняя шкала, самая большая шкала, это у нас давление. Мы видим ноль. Ноль. Это атмосферное давление, то есть, если манометр отключить от теплового насоса и просто он лежит с открытыми входом-выходами, открытым краником, стрелочка будет на нуле. Нам надо, чтобы стрелочка опустилась до минус одного, до самой крайней свое положение. Вот видно, да? Минус один. Минус один. Должна достичь стрелочка. Это значит, уже нормальная отвакуумированная установка. Вот. Ну, он поработает так, я не знаю, там уже не помню, минут пять он так вакуумирует или десять. Ну, насосик слабый у меня вакууматор. Я же говорю, самый дешевый, что я купил. Маломощный. Ну, мне ее хватило отвакуумировать и вакуумирует он не хуже, чем и большой. Просто, что дольше. На пять минут там. Вот. У нас достигла стрелочка минус один. Мы выключаем, нет, сначала мы закрываем вот этот вот краник, перекрываем. Когда у нас уже вот здесь вот стрелочка минус один, мы перекрываем вот этот краник и выключаем выключаем вакууматор. Все. У нас система закрыта. Закрыта. И, чтобы проверить герметичность системы, она так должна постоять, ну, хотя бы два-три часа. А, если есть возможность, у вас вы никуда не спешите, то можно даже и больше, пускай она и больше стоит. у меня она целые сутки стояла. Ну, с первого раза я, правда, не полностью хорошо запаял. Была утечка. Где-то вот в этом или вот здесь была утечка, или вот здесь, уже не помню. Но, такая была не пропай, был такой довольно значительный, оно аж свистело. Вот. Поэтому я сразу ее нашел, запаял и все. Вот это единственное было место, где я не допаял. Единственное место. Все остальное хорошо было пропаяно и через сутки у меня никуда вакуум не делся. Эта стрелка была, как была она на минус один, так она и через сутки стояла на минус один. Это крайняя шкала. Видите, да? Вот. После этого мы убедились, что у нас система герметична, она уже у нас отвакуумирована. Вот этот краник уже закрытый, его открывать уже не надо. Вот. Теперь мы берем, этот краник у нас тоже открытый, в трубке вот в этой, что соединяет баллон с коллектором воздуха нет. Этот краник открытый. Теперь мы открываем вот этот краник на баллоне с фреоном. Баллон должен быть краником вверх, то есть заправляем газообразной частью фреона газом, не жидкостью. Если мы перевернем баллон, то будет идти жидкость. Нам жидкость не надо, потому что чтобы компрессор не хлебнул ее этой жидкости. Ну и так будет точнее, понемногу он будет заправляться газом. Куда нам спешить? Газообразной частью откручиваем. Здесь сразу давление возрастает, ну что с баллона выходит газ, и мы заправляем. Заправили мы примерно систему, там тут тоже начнет расти давление, ну что переходит через ТРВ, там не герметичность клапанов в компрессоре, газ будет переходить в часть высокого давления. Заправили мы, но скорее всего у вас не получится заправить фреоном систему полностью, на необходимое давление без работающего компрессора. Но я так тоже заправлял. Я накачал сколько можно было систему, потом перекрыл вот этот краник и включил компрессор. Включил компрессор. Здесь давление сразу падает, потому что компрессор его откачивает, перекачивает в часть высокого давления после себя. И уже по манометрам я уже смотрел, нормальное давление, ненормальное при рабочем компрессоре. я добавил в систему фреона. То есть я запустил сначала меньше, чем надо, явно меньше, а потом понемногу добавлял до нормального давления. Выставлял я смотрел по этому манометру, по работе ТРВ, по температурах вот этих всех смотрите. Там есть таблицы в интернете, я их сейчас пересказывать не буду, но для Р-22 примерно должно быть давление при тех температурах, что у меня есть скважинная вода, около по вот этому манометру смотрите, от 3 до 5 примерно бар, 3,5 ну у меня держится примерно от 3,5 бар до 4,5 4,5 там почти 5, даже 5 и нет, 3,5 4,5 бара давления вот на вот этом манометре, на том манометре должно быть, ну у каждого может быть по-разному, но у меня от примерно 13 до 18 бар давления, это зона высокого давления красная, где-то примерно такое, но я же говорю, там оно будет разное, от температуры зависит давление, оно прямо зависит от температуры давления, ну надо смотреть по манометрам, температурам, по ТРВ, как работает, нет ли пузырьков, ну там много таких факторов, по которым можно определять правильную работу теплового насоса, и в процессе работы вы уже его настраиваете, там можно ТРВ подкрутить, можно увеличить немного выход фреона, проход фреона в ТРВ, можно уменьшить немного проход фреона, это уже вы смотрите по работе, ну если надо, я же повторяю, можно еще добавить фреона, когда работает компрессор, можно тоже добавлять фреон, но только газообразный, когда у вас краник кверху, краник стоит вверх, не перевернутый болот, его можно на эти опоры перевернуть и заправлять жидкой частью, но лучше заправляйте так безопасней именно газообразной частью, и потом вы себя подспускаете, тут никаких проблем нет, вот, ну вот это вот и все наверное, заправили мы систему, отрегулировали, добавили фреон, если надо, если надо, можно спустить, вот этот краник мы закрываем, этот закрываем, эту трубочку откручиваем, этот вот же, вакуумный насос отсюда, и подсоединяем вот эту трубочку от баллона, вот к этому выходу, к этому выходу, здесь зона высокого давления, поэтому давление здесь, в этом манометре будет больше, чем в баллоне, и лишний фреон, если он у вас будет, вы видите, что заправили по некоторым признакам, что перезаправили систему, вы ее можете через вот этот манометр спустить опять назад в баллон, тут проблем нет, никаких проблем нет, ну что в этом коллекторе будет зона высокого давления, и оно будет переходить нормально в этот баллончик, вот, ну вот, наверное, все, что я хотел сказать, про вакуумацию сказал, заправку, вот, и все, наверное, на этом, наверное, моя серия видео закончится, про тепловой насос, уже не знаю, что тут можно рассказывать, ну может, если у кого-то какие-то вопросы там возникают, может, я что-то упустил, что-то уточнить надо, вот, то спрашивайте в комментариях, там, буду стараться отвечать, хотя я не какой-то там особый специалист в холодильщике, не, я на это не учился, вот, ну, на что смогу, на что отвечу, вот, если какие-то возникают будут вопросы такие, вот, ну на этом, наверное, мы закончим эту серию видео, может, что-то еще надо будет выложить, то, может, еще одну часть выложу, но, наверное, тут уже не о чем говорить, ну что, я же говорю, разделил все эти видео на 9 частей, подробная довольно инструкция по изготовлению собственного теплонасоса, как вы видите, тут ничего сложного нет, как я в первой части сказал, вся система мне обошлась примерно, ну, наверное, немного больше 10 тысяч ривен, это совсем, и с этим баллоном фреона, и с вакууматором, и с компрессором, с медью, насосом, который перекачивает скважины в скважину, это, примерно, все так стоит, я думаю, это недорого, 10 тысяч гривен, сейчас, даже газовый котел особо такой, не навороченный, примерно, такие деньги стоят, вот, поэтому, делайте тепловые насосы, это перспективно, это выгодно, это экономит ваши денежки, и никаких проблем здесь с эксплуатацией таких штук нет, вот, я на своем опыте убедился, мне понравилось, я эту зиму протопил им, вот, и, я вам скажу, очень хорошо, оно работает, даже, оно, так сказать, можно сказать, превысило мои ожидания, я даже не ожидал, что он так будет греть, я рассчитывал даже на меньшее, вот, но, он меня радует, ну, наверное, все, на сегодня все, и будем заканчивать эту серию видео, я же говорю, если кто-то что-то не понял, спрашивает, все, всем пока, 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 Продолжение следует...